Всем привет! Это видео продолжение серии о RAID массивах. В этом ролике мы рассмотрим как собрать домашний RAID 5, на что обратить внимание при выборе комплектующих, как собрать компьютер и создать RAID массив. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Все современные материнские платы оснащены интегрированным RAID контроллером, а топовые модели имеют их даже несколько. Востребованы ли такие интегрированные контроллеры в материнских платах для обычных пользователей – другой вопрос. Но в любом случае некоторые материнские платы предоставляют возможность создать RAID массив. Далее в видео будут представлены краткие рекомендации по созданию RAID массива на домашнем ПК и конкретный пример сборки ПК с RAID. Первым делом нужно определиться для каких целей и какой тип RAID вам нужен. Детальный о RAID массивах смотрите предыдущее наше видео, ссылку я оставлю в описании. Определившись с типом RAID нужно подобрать материнскую плату с поддержкой нужного вам типа и наличие достаточного количества SATA-разъемов. Для своих нужд было принято решение построить систему с RAID 5. Для этого была выбрана материнская плата ASRock B365M PRO 4E с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10 и шестью SATA-разъемами для дисков. Вместительный корпус Cooler Master K380 с большим количеством посадочных мест под HDD, процессор от Intel i5-9400F, одна планка оперативной памяти Kingston на 16 ГБ и видеокарта 1060 и блок питания на 600 Вт. Итак, с комплектующими мы разобрались, приступаем к сборке. Первым делом установим процессор и оперативную память на материнскую плату. Этот процесс несложный, нужно ли сориентироваться, как его расположить в сокете. Если вы впервые собираете компьютер, ни в коем случае не нужно пытаться его вдавить силой и установить его так, как он не хочет устанавливаться. Все это приведет к тому, что вы попросту погнете ножки или повредите процессор. При правильной установке он легко и без усилий сядет на свое место. На самом процессоре есть обозначение в углу в виде треугольника. И такое же обозначение есть на материнской плате. Этот угол на процессоре и такой же угол на сокете должны совпадать. Также на самом процессоре есть небольшие вырезы и соответственно на сокете метки под них. Обратите на это внимание. Устанавливаем процессор и фиксируем его защелкой. Процессор установлен. Следующий этап – нанесение термопасты и установка кулера процессора. В моем случае термопаста уже нанесена на кулер. Нужно лишь его установить. Ставим его на свое место и поворачиваем защелки для фиксации. С кулером всегда идет в комплекте инструкция по его установке. Так что достаточно ознакомиться с ней перед установкой и вы установите его без проблем. Теперь осталось подключить его к материнской плате. Для этого штекер, который идет от вентилятора, нужно впихнуть разъем, обозначен как CPU Fan. Его расположение зависит от материнской платы, но надпись всегда одна и та же. Далее устанавливаем оперативную память и откладываем плату в сторону. Для установки памяти оттягиваем защелки и ставим память в разъем. Здесь нужно быть внимательным. Так как память устанавливается одной определенной стороной. Если она не садится на свое место, то просто переверните ее. Не нужно при установке памяти прилагать больших усилий и вдавливать ее, если она не становится на свое место. На материнской плате есть обозначения и их нумерации. Откладываем плату и приступаем к корпусу. Сейчас мы установим блок питания и сделаем небольшой менеджмент кабелей. Устанавливаем блок питания на свое место. Прикручиваем. Болтики идут в комплекте с блоком. Кабеля укладываем со стороны задней боковой крышки. В коробке с подматеринской платы найдите заглушку и установите ее на заднюю панель в соответствии с расположением самой платы, посадив ее в это окно с внутренней стороны корпуса до щелчка. Далее примеряем материнскую плату внутри корпуса и находим, где нужно будет вкрутить посадочные места. Как правило, они идут в комплекте с корпусом. Вкручиваем в соответствии с отверстиями на материнской плате. И затем снова примеряем плату, совпали ли они. Устанавливаем ее в корпус и прикручиваем соответствующими болтиками из набора корпуса. Сперва попробуйте, какие болтики подходят, а потом можете вкручивать. Следующим этапом будет подключение блока питания к материнской плате. Подключаем питание процессора. Это 8-пиновый шнур. И питание материнской платы. Самый крупный шнур. Следующим этапом будет подключение передней панели корпуса к материнской плате. На данном этапе у вас могут возникнуть сложности, если вы это делаете впервые. Особенно при подключении передних индикаторов корпуса. Но не бойтесь, все штекеры уже обозначены и все разъемы на материнской плате соответственно тоже указаны. Штекер аудио подключаем соответственно в разъем аудио. Сложного в этом ничего нет. Стоит лишь обратить внимание, как расположены коннекторы. Потому как при неправильном подключении штекер попросту не сядет на свое место. Далее подключаем штекер USB в разъем USB 1 или 2. Это не имеет никакого значения. Подключаем кнопки Power, Reset и LED индикаторы. В инструкции к материнской плате должны быть детально указаны их расположения. Полярность, как правило, обозначена на материнской плате и штекерах. А также подключаем кабель USB 3.0. Здесь тоже все подписано. Теперь пришел черед накопителей. Для нашего RAID мы используем 6 дисков Western Digital на 320 гигабайт каждый. Устанавливаем их и закрепляем. Подключаем питание и соединяем SATA кабелем с материнской платой. Так как разъемов питания для подключения всех дисков не хватает, будем использовать соответствующие переходники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и осталось лишь установить видеокарту. Примеряем ее в корпусе и выламываем соответствующее окно. Затем просто устанавливаем карту в слот PCI Express и крепим ее болтами. После установки подключаем кабель питания видеокарты. На этом сборка компьютера закончена. Итак, компьютер собран. Теперь нужно настроить наш RAID в BIOS и установить на него операционную систему. Открываем BIOS. Переходим в продвинутый режим. Расширенные. Intel Rapid Storage Technology. Здесь выбираем Create RAID Volume. Указываем имя. Выбираем тип RAID. И отмечаем диски для него. И внизу жмем Create Volume. Жмем выход. Сохранить изменения и выйти. Теперь осталось установить операционную систему. Для этого потребуется загрузочная флешка или диск. Как создать загрузочную флешку и установить систему, у нас на канале есть отдельное видео. Смотрите по ссылке в описании. Здесь все стандартно. Загружаем все с флешки. Выбираем язык. Далее. Установить. Вводим ключ. Выбираем редакцию операционной системы, которую хотите установить. Принимаем условия соглашения. На этом этапе нужно выбрать диск. Как видите, система введет один диск на один с лишним терабайт. Это наш RAID диск. Отмечаем его и жмем Далее. Система установлена. Открыв мой компьютер, здесь мы видим наш диск на один с лишним терабайт. Открыв свойства, вы можете увидеть, что это и есть наш RAID 5, который мы создали. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok